Следим за тем, чтобы у нас колени не выходили из носки, колени не сводим вовнутрь, спина прямая. Это одно из самых простых упражнений, которые можно выполнять дома. В режиме самоизоляции люди стали больше есть и меньше двигаться. Неудивительно, что многие рискуют после карантина не влезть в любимые наряды. Поможет избавиться от лишних килограммов тренер. Но если нельзя идти в зал, выручат онлайн-тренировки. Всегда нужно поддерживать физическую активность. И важно именно систематически это делать, потому что потом очень сложно вернуться в привычный ритм. Поэтому, чтобы не забрасывать те результаты, которые вы уже получили, занимаясь, лучше продолжать заниматься и в период карантина. Так же вы будете себя лучше чувствовать. Найти онлайн-тренировки можно в социальных сетях или на ютубе. А если вы раньше никогда не занимались спортом и у вас нет специального инвентаря, в ход может пойти все, что есть дома. Даже если у нас нет гантели, мы можем взять бутылки с водой. Так что, если у нас нет гири, мы можем взять просто тару, которая тяжелая, килограмм 10, она точно весит. Потом мы можем, если у вас есть младшие братья и сестры, они могут вам помочь их взять в качестве веса. То есть силовые тренировки никто не отменял, можно брать подручные средства и выполнять. Особенно важно в период малой физической активности правильно питаться. Диетологи советуют распить свое меню на пять частей. Завтрак, перекус, обед, полдник, ужин. Пищу лучше принимать каждые три часа. Продукты, которые должны присутствовать в вашем рационе обязательно. Это злаки в качестве каш, меньше хлеба, булочные изделия. Дальше овощи и фрукты и в свежем виде, и в тушеном, то есть в приготовленном. Мясо и рыба, мясные продукты, рыбные, мясо птицы. Также должны присутствовать это белок. Он нам необходим и для синтеза тех же самых антител, что актуально в настоящий период. Для работы нашей иммунной системы. Яйца, молочные продукты также обязательно должны присутствовать. И жиры. Также специалисты рекомендуют в течение дня пить больше воды и отказаться от мучных изделий, фастфудов, чипсов, копченых и вареных колбас, газировки. Впрочем, если вы позволили себе лишние пирожные или конфету, не расстраивайтесь. Просто сделайте дополнительные физические упражнения. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.